Я с пяти лет живу без мамы, и мне казалось, что я золушка. Вот мне хотелось почему-то кормить простой народ. В 44 я родила двойню. С одним предпринимателем, прям рукопашным, я с женщиной, с мужчиной дралась. И хотелось, чтобы девчонки, которые пришли ко мне мыть посуду, росли по карьерной лестнице. А какую самую большую ошибку вы в своем бизнесе когда-либо совершали? Друзья мои, всем привет! Сегодня новый, свежий выпуск проекта «Джу Сухпад». Не забываем поставить лайк и нажать на колокольчик. А героиня нашей сегодняшней программы Чинара Бугимбаева, основательница сети столовых хаганат. Вот она, Чинара, ждет нас. Здравствуйте, Динара. Можно обняться? Можно. Вакцинированный человек? Вакцинированный. Да? Я за вакцину. Чинара, ну 25 лет хаганату. Расскажите, как вообще начиналась история? Я вообще думала, что мы с вами встретимся в Тастаке, где был открыт первый хаганат. Стоит Тастак. Там же была первая точка, да? Там же, там же, да. Я почему помню, потому что я сама жила в этом районе Тастак, и вот очень хорошо помню, как вот открывался первый хаганат. Честно сказать, почему мы туда не поехали? Мы ремонт там не сделали, и он в первозданном практически виде. А мы хотели вам показать уже более современную. А сколько хаганатов по Казахстану? 27. 27. В Алма-Ате сколько? 22. 22. 4 в Астане и 1 в Караганде. Слушайте, ну 25 лет вообще быть на рынке и закрыть во время карантина всего 3 хаганата? 3, да? Закрыли? Раз, два, два. Два. В карантин мы два закрыли, а два в Астане закрыли, ну и два открыли. Место. Переехали просто. Ну хорошо, поменяли место, видимо, из-за аренды, да? Из-за аренды, да. Но на самом деле это вот действительно сегодня у нас такое будет, знаете, это даже больше не бизнес-интервью, это мастер-класс, как держаться на плаву, не терять волну 25 лет. Так, чего же я хочу? Давайте попробуем пиццу попробуем. Да. Реально на 1000 тенге можно поесть? Ну я думаю, что поедите, да. Так, давайте салат свекольный хочу. Это у нас что, это пюре готовое, да, получается? Это чай. А-а-а. Выбрать надо. Вам положат чай, нальют кипяток. О, это получается ягодный чай? Да, да. Сколько он стоит? Лимонный. Вот я не знаю, сколько он стоит. Сколько чай стоит? Ханшадан? Джузь елю. 150 тенге чай, хочу вот такой чай с ягодами. Спасибо. А-а-а, так, нет, без сахара. Вы знаете, я 100 лет не ела вот такие трубочки. Можно у меня такую трубочку? 180 стоит салат свекольный. Салат свекольный 180 тенге. Слушайте, это выгодно? Сколько килограмм свеклы стоит? Я тоже не знаю. А кто вот вам просчитывает вот эту всю математику? У меня целая команда, финансисты, операционное управление. Рая, два перчика положите нам. Два перчика. Вы говорите технолог, технолог работает 25 лет с вами. То есть это получается ваш первый сотрудник? Ну не первый, один из первых. У нас много таких сотрудников. 20 человек у меня, кто 25 лет работает. А как вы их держите? Я их люблю. То есть у вас такая прям корпоративная команда, дух? Корпоративная команда, дух. И я эту историю могу вам рассказать, почему девочки меня любят и никто от меня не уходит. Потому что я их тоже люблю. У меня была такая интересная история. Когда мне было 17 лет, я городской человек попала на сельхозку собирать виноград. И я с 5 лет живу без мамы, и мне казалось, что я золушка. И все могу. А когда мы собирали виноград, я не смогла нормы даже собрать. А девчонки с аула собирали до 6 норм. Одна была такая. И я один день не поехала ни на обед, ужинать не стала. Я вечером пришла, собрала норму, камнями вес делала. У кого-то забирала, у тебя же не отчислят с института, дай мне. Когда я собрала норму, вечером я легла на кровать, я ни зубы не чистила, не ужинала. Я выключилась и включилась только на утро. А у нас был барак большой, и 100 девчонок жило. В двухъярусные кровати. Наш человек 10 с города, остальные все девчонки с аула. Я смотрю, все встают, и я думаю, это не девчонки, это инопланетянки. И вот для меня они открылись совершенно в каком-то другом. Я им все время об этом говорю, и хочу, чтобы они это знали, и что у них крылья, чтобы здесь были, что они необыкновенные, и таких нету. То есть у вас весь персонал из аула? Из аула. Городских девчонок вы не берете? Мы их берем. Только они 2 часа работают и уходят. И говорят, такой труд и такую нагрузку они не могут выдержать. Я наконец-то поняла, почему я такая энергичная. Я же тоже с аула. Хочу вот сама лично это купить, все. Мне просто интересно, сколько чай. Пицца с брокколи и чай. 1810 сенгер. Слушайте, ну, видимо, у меня аппетит большой, да? Ну, наверное, много взяли. Нет, если бы я, например, убрала пиццу... И убрали пирожное, вот это съели. ...пирожное, то это будет 1000, да? Вот если я оставлю перчики, свекольный салат и чай, то это сколько будет? 990. 990. Ну, у меня, видите, аппетит разогрелся. Я тут заварную хочу, пиццу хочу. Вы много, много взяли. Да, поэтому давайте оплачу. За пиццей и пирожным к нам приходят люди спустя 3 часа на полдник. Я там аппетит. Спасибо большое. Вот я вам оплатила. Спасибо. Так, ну, давайте пойдем. Давай я тебе помогу. Нет, нет, я нормальная, я сама. Вы сами у себя кушаете? Конечно. Каждый день? Каждый день. Да? Чинар, а чем отличается столовая от кафе? Я считаю, как мой сын говорит, сын мой старший, к вам, мама, на свидание не придешь и девушку не приведешь. У нас не общаются, в принципе, на свидание не приходят, за атмосферой не приходят. К нам приходят за основной потребностью человека покушать, чтобы жить и работать, ну, и двигаться дальше. Чинар, вы открывались 25 лет назад, тогда еще не было фастфуда, да, то есть мы еще не знали, что можно купить бургер там за 700 тенге. Когда на рынок зашли Макдональдс и другие бренды, да, известные, то есть вы почувствовали, что пришли конкуренты? Нет. Нет? Сильно не почувствовали, ну, может быть, какой-то отток людей ушел, особенно молодежи. Но я все время, знаете, хотела открыть такое место, где могли бы наши люди зайти в чистое, красивое место, поесть свежую, недорогую еду. Вот мне хотелось почему-то кормить простой народ. Но неужели за 25 лет у вас ни разу не возникло желание открыть ресторан? Вы же ходите в Фармиджану, я не знаю, там, ресторану Карману Байтасову, да? Обязательно хожу. В Вастанне, в столице, там, в Арнау. Ну, то есть вы ходите в красивый ресторан, и неужели у вас ни разу не возникло желание открыть вот такой красивый ресторан себе? Ни разу. Я не могу, знаете, что пустой зал был, как у многих бывает, и ждут, ждут людей. Там в субботу, воскресенье, в пятницу много народу. Я люблю с утра до вечера, с вечера до утра, каждый раз потихоньку. Все время ты в работе. Не знаю, мне очень нравится то, что я делаю. А вот Арман Жан Байтасов, вы говорите, он мой одноклассник, я с ним 10 лет с первого по десятый училась. Как-то я его в аэропорту встретила, и он мне говорит, Чинара, как ты это можешь? Я говорю, не знаю, я люблю свое дело. Я общепитываюсь во втором поколении. Я вот уже 7 лет все рестораны города сзади, спереди, отовсюду была. Это ваша тетя, да, вас влюбила в это дело? Да, это папина сестра. И когда она меня на практику взяла в 14 лет первый раз, мне так понравилось, что я уже учиться даже не хотела. Я вот хотела работать, кормить людей. И такой все-таки, знаете, у нас же у казахов как? Почему столовые не открывают? И раньше у нас не было конкурентов. И нам так было грустно, потому что мы понимали, что без конкурентов мы прям проседаем, и нам скучно становится. И я всегда говорила, ну хоть бы один конкурент нам был. Потому что столовые-то никто открывать же не хотел. Но сейчас у вас уже много конкурентов. Есть же такая русская пословица, прежде чем у Бога молить что-то, хорошо об этом подумай. Сейчас много. Труднее работать стало, но интереснее. Потому что нужно все время быть в тонусе, на чеку, растягиваться, смотреть за всеми. Я смотрю за всеми, я всех знаю на рынке, наблюдаю за ними. Иногда мне хочется даже молодежи что-то подсказать. Но я понимаю, что, во-первых, меня не просят, не надо этого делать. А во-вторых, как мне тетя моя младшая говорит, папина сестра, Чинара, зачем ты всем все рассказываешь? Я говорю, Дарья, ты не переживай. Все слушают, но никто ничего не делает. Это во-первых. А во-вторых, у меня такая установка в голове. Если я делюсь, у меня в 5 раз больше денег, здоровья, детей, счастья. А почему вы, Чинар, решили стать публичным человеком? Потому что, мне кажется, 20 лет вообще никто не знал, да, Чинара Бугимбаева? Все знали Хаганат, все ходили, но никто не знал, кто основал эту сеть, кто управляет. А потом в какой-то момент вы начали выходить и стали медийным человеком. Скажу, отвечу вам на этот вопрос. Ну, во-первых, когда я начала открывать столовую, уже дела пошли, уже... Вот где мы сейчас сидим, эта столовая была под номером 3 в 2003 году. И я почему-то решила ее назвать другим названием. И написала вот здесь над крыльцом «Керемет». Но люди не пошли. Хотя мы знали, как работать, точно так же работали, как на других объектах. И тогда я поняла, что уже Хаганат – это бренд. И я убрала «Керемет», повешала Хаганат. И кто мимо бежал, говорит, это тот, что в Тастаке? Я говорю, да. И сразу пошел народ. Когда я открыла вторую столовую, вопрос стоял, открывать ли вторую столовую. Потому что нам с девочками, мы уже понимали друг друга с полузгляда, с полуслова. И нам уже стало скучно. И я понимала, что девчонкам нужно давать возможность расти. И у меня стал вопрос. Мне 30 лет. Открывать вторую столовую или идти в декрет? Я подумала, подумала и думаю, сколько денег я зарабатываю, мне достаточно. Зачем мне еще больше денег? Все-таки лучше мне сына родить, я так подумала. И родить я его хотела не для того, чтобы он мне в старости стакан воды приносил. А вот именно на момент 30-летия мне хотелось, чтобы моя жизнь какой-то смысл приобрела. А у вас не было детей, да? Не было. До 30 лет не было. Не было. И я думала, надо мне успеть и до 35-ти родить двоих детей. В 31 год я рожаю сына Улана. А оказывается, дети нас делают лучше. И мне захотелось ему подарить весь мир. И меня понесло. Я пошла открывать вторую столовую. И Каганат обязан тоже появлению у меня сына. Потому что он меня как-то вот вдохновил. У вас сейчас сколько детей? Четверо. 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 То есть вы хотели до 35-ти хотя бы одного? Да. А сейчас у вас четверо детей. Да. Младшему сколько? Сейчас скажу, сколько младшим. До 35-ти за 2 месяца я успеваю родить дочь. Как по плану я хотела. У меня всегда есть цель. Я не вижу препятствий. И к ней иду. Я всегда чувствовала, что у меня будет четверо детей. И где-то в 40 я сижу и думаю. А чего это я? Где я еще возьму двоих детей? Мне было очень интересно. Задумалась так. В 44 я родила двойню. Мы идем в первый класс в этом году. Супер. Дети нас делают лучше. И я слушаю. Старший уже подрос. Уже много чего знает. Много чего мне советует. Но старший вам помогает? Помогает. Он продолжит ваше дело? Да. Это отдельная история. Чинар, вы говорите, что к вам не приходят за атмосферой. Мне вот в этом каганате очень атмосферно. И мне кажется, что чем больше, чем новее каганат, тем он интереснее. Это что, такая стратегия? Нет, это не стратегия. Это подрос сынок и уже мне помогает и говорит, чего не хватает. Я уже его слушаю. И вот мы решили уже делать такие места, куда можно привезти девушку на свидание. Ну вот каганат, мне кажется, рано или поздно, он все равно придет к кафе, к ресторану. То есть это уже не будет только столовая, да? Нет, нет. Это будет всегда столовая, куда люди прибегут перекусить. Может быть, какие-то локации будут отличаться в зависимости, где они стоят, какой контингент ходят. А вот сколько стоит аренда здесь? Один миллион тенге. Один миллион тенге. Здесь какая квадратура? 200, наверное, с чем-то. Вместе с этим вориком, да? Но вы против того, чтобы покупать недвижимость, да? То есть у вас из 27 каганатов хотя бы одно помещение есть в собственности? Одно есть в собственности, это 100. Тастак. Ваш любимый родной Тастак. И обязательно каганат следующий открывался, когда был запрос со стороны гостей. И сразу можно тоже молодежи, бизнесменам посоветовать, если запроса нет, не надо открывать. Вот мы сейчас находимся с вами по Ленино, да? То есть это Медеусский район. Казалось бы, здесь живут люди с очень хорошим достатком. Да, ну и они ходят в каганат. И они ходят в каганат, да. Потому что у нас не было в этом районе. И мы тоже хотели попробовать. И хотели тоже, чтобы люди Медеусского района с более достатком нас узнали, посмотрели. Ну, наверное, тоже пробовать себя хотели уже каких-то более. А как вы выстраиваете взаимоотношения с арендодателями? Потому что я знаю, что в прошлом году на карантине многим рестораторам, у кого помещение, ну, то есть ресторан был в аренде, им было сложно. Потому что арендодатели говорили, слушайте, нас не волнует платить аренду. Да, там ресторан открыт или закрыт, неважно. То есть платите аренду, как будто вы работаете. Вот я как зашла в аренду работать уже 20 с лишним лет, так мы и продолжаем. Меня это тоже очень радует. Но с пандемией все просто рухнуло. И многие, конечно, пошли навстречу. Скажем, из 27 объектов 24 арендодателя идут навстречу. То есть такие арендодатели, которые, видно, могут, может, не могут. Может, у них тоже кредиты есть. Их тоже можно понять. Но мне очень жаль, что такая ситуация сложилась. И что для нас, бизнесменов, до сих пор я не вижу свет в конце туннеля. Когда вот с пандемией решится вопрос? Понятно, что мы должны уже научиться жить с пандемией. Потому что сейчас вот нам сложно. И уже такая ситуация, что мы, предприниматели, как в банке пауки, уже дошли до такого, что с одним предпринимателем, прям рукопашным, я с женщиной, с мужчиной дралась. Потому что я ему говорю, подожди, попозже вот чуть-чуть мы тебе оплатим. А он говорит, нет. Я закрываю двери и выключаю электричество. Если сейчас, вы в течение часа не оплатите. Печальная картина, что мы вынуждены в такую ситуацию попадать. И вам пришлось подраться со своим арендодателем? Пришлось подраться, да. Кто победил? Я победила. Я не давала закрываться. То есть арендодатель хотел закрыть объект? На ключ, да. Выключить свет и не давать. Я говорю, ну неужели мы не можем договориться и пойти друг к другу на встречу? Ну не сейчас. Через 15 дней мы заплатим. Через 20. Он говорит, нет. Или в течение часа, или не так. Но чтобы миллион тенге вытащить с одного хаганата, это сколько дней нужно поработать? Вот у меня такой еще вопрос был. Я в зуме общалась с нашим Акимом города нашего. И он сказал, что я не верю, что мы вас закрыли на 10 дней, и у вас уже все рухнуло. Тогда я сказала нашему Акиму, поймите, я говорю правду. Потому что, например, ну образно, 4 дня мы собираем деньги на кредит. 4 дня рассчитаться с поставщиками. Там 4 дня мы собираем налог оплатить. 6 дней мы собираем, например, аванс дать. После аванса аренду мы платим, коммунальные платежи. А после еще 6 дней собираем зарплату всем выдать. Я говорю, не обманываю. Ну, нету такого, что у нас на счету. То есть каждый день на счету? Каждый день на счету. Просто каждый день. Вот сейчас в локдаун выходного дня, 6 выходных августа мы, считайте, не работали. На вынос это очень мало. Например, образно из выручки 20 тысяч мы наторгуем от силы 5-6. И сколько мы не добираем? 14 миллионов не добираем. А если так 6 дней, уже будет под 100 миллионов? Ну, 75 миллионов. А сколько еще это будет продолжаться? А так бы мы бы закрыли свой налог по зарплате. То есть каждый день, который вы не работаете, это минус сколько? Ну, так сейчас я цифру не могу сказать, но это все, мы в минус уходим. Чинар, мне интересно, как вы контролируете свой бизнес? Потому что вы так похожи на человека, который абсолютно спокойно живет своей жизнью. То есть у вас, вы открываете компьютер. Через какую программу работаете? Стархаус. Стархаус. То есть вы видите продажи, вы видите расходы, продукты, экономику. То есть все видите через Стархаус? Все видим через Стархаус, да. Все выгружается в 1С и сразу уходит Министерство госдоходов. Совсем операционкой лично я сама не занимаюсь. У меня есть управляющий. А когда вы отошли от операционки? Я сразу отошла. Лет 5, когда нату было, когда сеть начала развиваться, я уже только развитием занималась. И у меня был управляющий. Я его, первого моего управляющего, я сама научила. И меня удивляет иногда, когда люди, бизнесмены, предприниматели, дают объявления, берут себе управляющего, много дел ему накидают, потом ждут, мол, чтоб что-то из этого получилось. Я удивлена этим вещам, потому что я считаю, управляющего надо взрастить самому. У меня лично на это ушло 4 года, чтобы обучить, научить. И, как я говорила, видеть бизнес моими глазами. А когда вы уходили в декрет, вот рождались ваши двойняшки, двойня, да? То есть вы на какой период ушли в декрет? На 3 года. Вот за 3 года ваш бизнес был в стагнации, упал или вырос? Ну, это последний, 14-17 год, упал. И я как упал, как я почувствовала это? Во-первых, по цифрам, а во-вторых, я объехала свои объекты и заехала на объект до стык Абая. Считалось всегда это наша студенческая столовая. И вот мы в 10 вечера, 16 декабря, с моей подружкой, нам под 50 декабрь, мы в шубах, заходим в эту столовую. Я вижу раздачу. Со мной никто не разговаривает. Но я считываю. О, в нашу студенческую столовую пришли две тети, моти. Я вот понимаю, что мой каганат я называю старшим сыном. И я понимаю, что у моего старшего сына проблемы. И мне просто нужно включаться и выходить и помогать. И моя идея, или как ее назвать, что я научила управляющего видеть бизнес моими глазами, я поняла, что если ты руку с пульса убираешь, тот человек обратно на свои рельсы уходит. Когда-то Асалбек Кажахметов мне сказал об этом. Чинара, ты заблуждаешься. Нельзя человека научить видеть бизнес своими глазами. Я подумала, ошибается. Взрослый дядька, другого поколения, ничего не понимает. А потом я к нему подошла и сказала, вы были на все 100% правы. И когда мы в этой студенческой столовой уже подошли к раздаче, взяли разносы, хотели салаты, чай взять и посидеть, посмотреть. Нам никто ничего не сказал, за раздачей стоят девочки. И я считываю, эти тети с лишним весом еще сейчас кушать будут. Ну тогда я приняла решение, что все. Через 14 дней, в январе месяце, я выхожу спасать своего старшего ребенка. И мне показалось, что он был не пухленький и розовенький, а какой-то такой болезненный, худенький. Четыре года у вас не было с ним? Да. Четыре года вы отсутствовали в бизнесе? Но зато вы воспитывали детей, наслаждались жизнью. То есть получается, это ошибочно, когда многие бизнес-тренеры говорят, что бизнесмен должен больше заниматься стратегией, он должен путешествовать, вдохновляться. А бизнес, он такой, нужно нанять управляющего, он будет все делать. И главное, ты только идеи подкидываешь. Я не соглашусь с этим. Я считаю, что если тебя в бизнесе не будет, я имею в виду не в операционном управлении, то все равно так, как я пробовала управляющему не подходить, и чтобы они сами, но меня не устраивали. Вот все равно я, когда вот сижу на своем объекте, вижу людей, вижу семью, вон четверо детей сидят. Вот я кайфую от этого. Я получаю удовольствие, я хочу своих гостей радовать, хочу их удивлять. Хочу, чтобы, самое главное, хочу, чтобы молодежь наша была без гастритов. Хочу, чтобы правильную еду ели. Понятно, у нас есть американские сети, иногда, наверное, их тоже можно покушать. Но я радуюсь, вот когда вот такая молодежь, по 20 лет парней, выходят. И я довольна, что у них все хорошо. Чинара, у вас есть корпоративный дух, тимбилдинги? Вот я читала книгу «Жесткий менеджмент», там говорят, все это не работает, короче, нужно жесткое управление. Вот вас, как вы управляете, кнутом или пряником? Я, знаете, я вообще мягкий и добрый человек. До определенного момента? Ну, наверное, до определенного, конечно. И я себе в замы беру злого, жадного, жесткого. И вот мы два таких вот. Полицейского. Один добрый, один злой. Да. У меня, знаете, тоже за мой 25-летний опыт была ошибка, как сейчас я считаю. Я настолько хорошо отношусь к своему персоналу, к своим сотрудникам, я никого не брала со стороны. И хотела, чтобы девчонки, которые пришли ко мне мыть посуду, росли по карьерной лестнице. И на каком-то этапе мы поняли, что мы как-то просели, как будто бы в болото, застряли, вот трясину нас засосало. И мы не видели, что творится извне. Потом я поняла свою ошибку, и мы взяли уже людей со стороны и поняли, как мы в некоторых моментах не дотягиваем. И такая коллаборация. Мы у них учились, а они уже у нас чему-то учились. И вот сейчас мы берем людей извне. И я не брала специалистов. У меня была такая установка. Сейчас я тоже с ней попрощалась. Сейчас я беру специалистов на работу. А раньше я считала так. Лучше самим научить так, как нам надо. И человек будет работать. На каком-то этапе это тоже очень хорошо нам помогло. Я проводила очень много и мастер-классов, и тимбилдингов. И мотивирую. Я раз в месяц встречаюсь с 30 лучшими сотрудниками. Рассказываю, делюсь опытом. Лучших мы отправляли в хорошие времена, до пандемии, в Турцию, на море. Я думаю, что, наверное, первые 5 лет, когда вы только начинали, вы, наверное, зарабатывали самые большие деньги. Да нет. Потому что на тот момент, мне кажется, такой конкуренции не было. Вот когда был ваш пик вот за 25 лет? Какие года, когда вот вы прямо зарабатывали очень хорошие деньги? Ну, я думаю, где-то, когда мы уже открыли третью столовую после 2003 года, когда я Саяхат уже открывала в 2004 году. Вот эти года. Четвертый, пятый? Да, шестой. До седьмого где-то. И страна жила хорошо, и люди все хорошо зарабатывали. Все приходили кушать, приезжали люди на джипах, что меня тоже очень радовало. Но я всегда хотела кормить всех людей, всех. И простой народ, и хотелось, чтобы и люди, офисные сотрудники с достатком тоже к нам. А как вы пережили карантин, когда все было закрыто? То есть вы платили своим сотрудникам заработную плату? То есть как вот они продержались вот эти вот почти полгода? Сколько человек работало, мы платили. Кто-то ушел на бессодержание, кто-то по делам. У нас же такое тоже производство, круглосуточное было, и некогда даже отдыхать было. Может, люди даже наши и вздохнули, печи наши вздохнули, и с удовольствием, может, и отдохнули. Но мы доставкой пробовали. Раз случилось такое дело, мы не отчаиваемся и думаем, ну ничего, будем развивать доставку. Ну, конечно, доставка это... Невыгодна? Невыгодна. И это будет 10% от дневного оборота. А какого моржа вы ловите вообще? У нас 7%. 7%. Очень маленькая у нас моржа, очень маленькая. Но мы, у нас был заказ, мы кормили людей, которые лежали в госпиталях. Госзаказ? Да, да. И мы в день до 1000 порций возили на завтрак, обед, ужин. Вот за счет этого, конечно, мы тоже как-то держались на плаву. Вообще рекомендуете брать кредит? Я рекомендую. Почему? Почему? Потому что у меня вот есть младшая тетя, папина сестра. Она много-много лет и с молодости работала в Госплане, потом в Минфине, много обучалась за рубежом. И она мне как-то объяснила. Говорит, это только у нас здесь, в Казахстане, люди копят, копят, всю жизнь живут, потом что-то накопят, купят. А, говорит, за рубежом люди берут кредиты, живут полноценной жизнью. Как-то она меня так убедила, я ей поверила. И я всегда брала кредит. И всегда возвращали. У вас сейчас сколько кредитов? Вот у нас два кредита. Один мы завершаем к сентябрю, угрошение. Второй еще есть. Что вот вам дает драйв, мотивацию, чтобы открывать новую точку, новый хаганат? Знаю, я вообще такой человек. Вот я так кайфую от работы. Я думаю, что все же из семьи идет. У меня отец говорил такую вещь, когда я была маленьким ребенком. Когда есть работа, это такое счастье. А я про себя думаю, вот загнула. Думаю, что хорошего, когда ты все время работаешь. Ну, не знаю, видно, это прям отложилось так. И я прям, не знаю, когда есть работа, я аж пританцовываю. Когда есть гости, когда нужно решить какие-то вопросы. Трудности, да? Трудности, да, да. Прям я прям как орешки, щелкать их хочу. Не знаю, это, наверное, все-таки. Вот у меня формула воспитания детей. Есть трудности, есть навыки. Нету трудностей, нету навыков. В детстве я же без мамы жила с пяти лет. И у меня очень было много, как я сейчас считаю, трудностей. Почему-то весь быт так на меня потихонечку перевели. И видно, от большой нагрузки я, когда мне было 10 лет, решила, когда я вырасту, я никогда не буду готовить кушать, стирать, гладить, мыть полы. И видно, вот это тоже как-то сподвигнуло. Чтобы это все не делать, надо тогда становиться предпринимателем. А какую самую большую ошибку вы в своем бизнесе когда-либо совершали? Вообще я живу по поговоркам. Все поговорки я учитывала в своей жизни, а одну не учитывала. Доверяй, но проверяй. Вот я считаю, что вот эта моя открытость, искренность и доверие где-то в каком-то моменте мне помешало. Теперь я работаю над собой и стараюсь менее быть открытой, менее... Но вы все равно такая friendly, open. Вы готовы всем дать советы, бесплатно рассказать, проконсультировать. Мне хочется, Динара, чтобы вокруг меня были умные, продвинутые, счастливые люди. И если мы так, каждый будет, вот я своих даже сотрудников учу, вот я вам рассказала все. Вы расскажите дальше, помогите людям, возьмите мою установку, делитесь. Взамен получайте в пять раз больше денег, здоровья, детей, счастья. Чинар, спасибо вам большое. Вы сейчас, я думаю, очень многих молодых предпринимателей, не только, думаю, молодых, вдохновили. Я для себя тоже очень много услышала, поняла. И, вы знаете, я смотрю на вашу сеть, каждый раз проезжаю, ну, в Астане, в Алма-Ате, да, ты проезжаешь мимо Хаганата и думаешь, ну, как это все работает, да? То есть это же столько труда, столько ответственности и, самое главное, столько энергии, но при этом вы делаете это как-то легко. Поэтому я желаю вам крепкого здоровья, иммунитета, и пусть Хаганата будет еще больше. Спасибо, спасибо.